А вот у активистов есть время до вторника. После 10 апреля те из них, кто не подал электронные декларации или ошибся при их заполнении, понесут ответственность. Могут получить даже тюремный срок. Как сами активисты это воспринимают и какие богатства уже успели задекларировать, расскажет Инна Томина. Отменить ей декларации для активистов депутаты пообещали еще год назад. Сразу после того, как сами же и обязали. Но вовремя так и не успели. Попытались хоть задним числом. И опять неудача. А значит, борцы с коррупцией должны в отчетах доказать, что сами в коррупции не замешаны. Политолог Виктор Таран один из тех, кто должен подать декларацию. Таким положением дел он недоволен. Но закон есть закон. До первого числа послушно о своем имуществе отчитался. Если отнять налоги и разделить доход на год, говорит Виктор Таран, то он живет на зарплату чуть выше средней. Да и большинство деклараций общественных активистов ничем особим не удивили. Не было в них ни яхт, ни домов, ни картинных галерей с винными погребами, как у депутатов. Александр Калитенко аналитик из Transparency International. Это международная антикоррупционная организация. Ее активисты следят за тем, чтобы чиновники работали честно. Организация ведет деятельность в ста странах мира. Вот только отчитываются о доходах не везде. В Украине пришлось. Мы отличаемся от тех чиновников, которые не хотят исполнять закон. Например, работников СБУ, которые не подают декларации в общий реестр, хотя они обязаны это делать, а также военных прокуроров. Александр закон считает нелогичным, ведь общественные организации и без того работают прозрачно. До семи видов отчетностей. Налоговая, если бы она захотела, она уже могла бы сделать это все публичной, доступной информацией. Но все же главная проблема даже не в обязательной для всех отчетности, а в наказании. Ведь за несвоевременную подачу декларации штраф до 3,5 тысяч гривен, а вот за неправдивые данные штраф до 50 тысяч или 2 года тюрьмы. Но даже несмотря на такие уголовные перспективы, некоторые общественники не подавали отчет принципиально. Александра Дворецкая, координатор проекта «Восток СОС». С 2014 года помогает переселенцам. Говорит, не понимает, почему она должна отчитываться за свои, а не общественные деньги. Громадские активисты – это такие же граждане, которые не используют в большинстве публичных денег и не должны за них ответить. Потому что чем они тогда отличаются? От журналистов или бизнесменов? На методе стояла дискредитация этих активистов, а не проведение прозрачности. Но в то, что будут уголовные процессы против активистов, Александра не верит. Ведь на ПК до них просто руки не дойдут. Но если и возьмутся, боятся активисты, то в первую очередь не повезет общественникам в регионах. Они как мишени для местной власти. Притом еще и не на виду у западных посольств и прессы. Например, условный мэр какого-нибудь маленького городка может иметь черный список из активистов, на которых он имеет зуб, которые ему мешают жить и мешают, например, воровать на тех же закупках. Таким образом, у этого активиста могут возникнуть проблемы, в том числе по защите себя. Но защищать себя борцы с коррупцией все же намерены. Если закон не отменит депутаты, то более 80 общественных организаций в ближайшее время хотят обжаловать документ в конституционном суде. Инна Томина, Андрей Ярковой. Подробности недели. Телеканал Интер.